Я понимаю, заугодные тебе дела, я молюсь тебе, помоги мне всегда, я все, мой избах, мне всякого зла, меня дьявольство, искушение, и спаси меня, я види вся, с этого вечного, да ты мой творец, и всякого главного источника подарки, для тебя все, мой надежда, я разношу тебе хвалу, мне всегда и во веки реку умей. Господи, по обиде твоей благости, по великому прямой осердию, ты дал мне работную лбу, прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого родства зла, ты сам роди, по творению сущего, и достоинно присвидеть твоей истины, с просвещенным сердцем встану от Бога твою, мылью всегда и во веки реку, аминь. Господи, вседорожитель, любожий сел бесплатно в всяком плоти, наносу как небесный живущий, взирающий долг земной, набегающий сердца и промыслы, ясловирующий таз на человечестве, безначальный и вечный свет. Неизменный свет, который не оставляет земного мест на своем пути, ты сам бессмертный сад. Примеи умоления наше, которое мы в настоящее время, надеясь на убили и сострадание твоего, говорим тебе из нечистый хруст, ты прости нам выгрешение наше, совершенное нам делом, словом, мысли, вовремя и измерения, почисти нас от всякой нечистоты, крови и духа. И дай нам с бодрствующим сердцем и трезвыми мыслях прожить всему вечной земной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия Деорога на Томбасе, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда лучше судья придется слава воздать каждого подрядного, да найдет он нас велижайшими и слонами, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Бога и готовыми оттеснами в радость, божественных чертах славы Бог, где непрестанные голоса, как вы строящие, и неверозимые радости, видящие вновь сказанное красотворец от твоего, ибо ты истина себе просвещающая освящающимися мир, и тебя воскрывает все клавяне великое и величие, аминь. Светиан, я поставлю небнестимую, бедную душу, несчастью в жизнь, не оставь небрежного и не отступив меня в нежность моей, не дай возможности злому делаю посвятное себе проживание этого смертного тела, возьми, крепко несчасть на пустившуюся руку мою, и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел, Божий, хранитель, поклоняй, бедной моей души и тела, прости меня все, что не оскорбит тебя, все дни моей жизни. Если я чем согрешу в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день, сохранила всякое искушение и радость, чтобы мне не прогнеет Бога никаким грехом, и молись за меня, как Господь, чтобы он утвердил меня в страхе Своем, и садил меня, Бог, достойным своей видимости. Аминь. О, святая ангел, Божий, хранитель, поклоняй, всесильными мольбами, отгоняй, не уничтожено, несчастно, урабатывал, умение, забвение, неразумие, нерадиняя, Божий, скверное, локальное, хуйное, помышление, несчастное моё сердце, обочёное ума моего, хранитель, погаси пламя страстивные, соберяющие славы, и избахнет многие любители на воспоминания и мирения, и ослабляя всякого злого воздействия на чьи благословенную всех родов, и правопречестное имя славится в веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые любители Божьи, Мои усердно к вам прибегают, с хором, поможником, молитвником о душах наших, Благородица, Деорадисом, благорядным, молелоспусом, Благословенникам между жен, Благословенникам, очевидно Твоего, и Батария, Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, Благословит вам и Ваше, Тебе помогают православных христианам, побеждать на Бог, и сохраняя силы, перескатывая Церковь Твою. Спаси, Господи, помимо самого духовного дня и Божьего, и от Дима, родителей, братьев, и все родственников, начальников, благодетелей всех ближних, новых людей, и всех православных христиан, подавим Твоей земной, небесные блага, лиши их, волости Твоих, посети их, укрепи силы Твоей, дару, здравие, спаси на души, ибо Тебла, и любишь людей, али. Упокой, Господи, душу, усопших рабов, перепродителей, родственников, благодетелей всех, православных христиан, простимся, и грехи, войны и невойны, дару им всяствие небесное, со святыми папой, пристеплюши рабов Твоих, православных, братьев наших, там, где нет ни болезни, ни печали, ни души, ни страдания, ни жизнь бесконечная. Святыся, святыся, Новый Иерусалимы, слава Богу Господу, для вас я, уникальный, и веселись и сел, и передачи, и старт, Государь, обрастание, роды, страны, и Бог. Слава, Сын, Святого Иерусалимы, именив себя, великий, хухоми. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвы, рады, причистит Твои Матери, и подобные, богоносных, от всех наших, и всех святых, помилуй вас, аминь. Гротихович молитв. Так, вопрос. Перед молитвой. Вы, как-то, были там, Димитрия Ростовского, или где, зашли, священник с вами, сразу фотографируется стал, кто это был? А ты, где они с ним. Ты знаешь, что с ним случилось? Вот я же вчера сказал вам. Да не ты сказал. Вчера звонил Третьяков, что на него нападение было, сильно избили там, битами. Я не слышал, мне он позвонил, и, и священник, который заступать там, что ли, начал, тоже его избили, говорит. Ну, ладно, тогда знаем о чем молиться. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешную. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авго Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна, слава Его. Аллилуйя. Слава Вышне Богу, и на земле мир. В человеках благоволение. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою, и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию, и указал на толкование святых отцов истину. Аллилуйя. Слава Тебе, Газаровские страдания, за любовь Твою безмерное долготерпение. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресно Дева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя. Господи, Благодарю Тебя, что возвратил нас из толь дальних путешествий, и сохрани наши сокровища, книги здесь и в пути. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен. Благодарю Тебя, Ангел мой, что столько лет хранил душу моё тело. Не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою помытарством, веди я навеки в вечное царство Христа, Бога нашего. Аллилуйя. Ян Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Но учи нас, Господи, жители бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и никогда не роптать, никому не завидовать, не страшиться старей и начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, Мирликийский, чудо-корест, образ кротости и воздержания. Моли Бога о нас. Аллилуйя. Молите Бога о нас. Святые пророки Божие. Пророк Илья, Елисей, Илья, 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 Иосиф, Патриархи, Илья, Иеремия, Илья, Илья, Исапуни, Илья, Исапуни, Пророк, Михей, Авраам, Исапуни, 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 Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе. Хвала Тебе, милосердный Господь. Милости Твоей полна земля. Слава Тебе за прошедшую ночь. Добой и благословен сей день. И благословенной встречи. Сердца людей расположи с нами, с кем мы будем встречаться. Кому возвестим Слово Истины. Хвала Тебе наш Господь. Спаси и помилу митрополита Иллариона, Санна Петра, Александра, Дару мир Израилю, Россию, Украине силе, где война идёт. Спаси и помилу Диаконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корниля, Александра, Адиатор. Спаси и сохрани нас Господи. Слава Тебе за прошедшую ночь, что жизнь нашу продлил, и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные тобой. Для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. Сохрани нас здесь усиление наше от пожара, от воров, от очистой силы живущих там, Виктора, Андрея, Игоря, Игоря Сиропима, Алексея, Иосифа, Романа, Владимира, Никиты, Паши добрых жителей, и сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никита, Щадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмени, Нина, Людмени, Рашид, пределы общего, и новые души. Спаси и помилуй Димитрия, Марину, Щадоих, Валентина, Алексея, Валентина, Надежда, и обрати на правлю. Димитрия, 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 Олег, Алексея, Александра, отступников, дайдисных, Михаила, Николай, Бога, не дай им погибнуть, вожесточении, в суе мудрие, в высокоумии, не дай им страх твой свой, святой и спасительный. Возврати их святую православную церковь. Аллилуйя, посетим болящих, даем силу все перенести, посетим исцеление, Сергей, Алексея, Александра, Паревина, Антонина, Мария, Валентина, Калерия, Аллилуйя, возри на враговы, разруши их замыслы, кующие изгое сердца. И закрой их лживые устали, в судный день не помени их безумие, наведи страх твой на них, не дай им погибнуть. Благодетели наши, Благослови Елена, Евгения, Евгения, Наталья, Максима, Владимир. Аллилуйя, это наше сокровище, Саветный форум, все сохрани трудящихся. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. На помощь мы надеемся, к тебе прибегаем. И все наши родственные идеи были. И такие Валентины, Ирину, Татьяну, Маркунину, Ольгу, Елену, Мария, Татьяну, Аллилуйя, путешествующих Раису и Льва, от пьянства Льдая, Павла, Михаила, Андрея, Александра, Владимира, Игоря. Аллилуйя, 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 Святые Ангелы, Архангелы, Херувимы, Серафимы, Всенебесные Силы, Престолы Божии, Престоящие, Святые Апостолы, Пётр и Павел, Ангелисты, Матфея, Марка, Лукария, Святые Мученики, Мученицы, Игнатия, Богоносец, Маликаревский, Философ, Касмай, Библияр, Андреевский, Архимий, Телевский, Георгий, Победоносец, Пантелеим, Сорок, Суперпущий, Касарь, Вадимир, Венимир, Его, Сев Борис, Глеб, Святой, Царское семейство, Дабы никто не принял начертания двери, Антихрист, Анфимов, Венимилу, Дайберу, И устрашил родителей за такое ложное воспитание, Святые Отцы, Василий, Великий Григорий, Богослов, Ян Затаусов, Анастей, Великий, Прим, Сирин, Антони, Макарий, Антони, Кеодосий, Корнильев, Сергий, Радовский, Цепан Пермский, Серафим, Савровский, Антобольский, Анкараштанский, Аршалхайский, Кирилл, Миходин, Макарий, Алтайский, И все перевозчики, Священное Писание, Молите Бога о нас, Святые Жены Девы, Фёкла, Первомученица, Патина, Самарянина, Вера, Надежда, Любовь, Матер София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Ирина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прескилла, Акилла, Адроники, И болящего, Дионисия, Помилуй, Господи, Дай Ему, Раскаяние во всем, Пошли мы исцеление, Если угодно, Боли Твоей Святой, Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, И прими нашу молитву, Господи, И воздияния рук, Как жертву вечернюю, Благоухание, Приятное перед престолом, Благодати Твоей, И соедини молитву нашу С молитвами всех святых, Молящихся Тебе на небе и на земле, Услыши и исполни молитву Всех молящихся о нас во благо нам, И прими нашу молитву о всех заповедавших нам, Молиться о них, Спаси их, Господи, Помилуй и благослови, Говори, Господи, Владыка, Слушайте да слышит раб Твой. Аминь. Добрый день. Христос воскрес. Сейчас я добавлю, Как прежде делали мы, Малерию по учению. Сейчас у нас тема идет о благовестии, Потому что за этим все стоит. Благовестия нет, Нет и пробуждения, Нет и рождения. Как Иоанн Златоуст выстраивает цепочку. Ты не слушаешь Слово Божие, Не знаешь его. Ну раз не берешь в руки Библию и не знаешь, А не зная, Ты нарушаешь заповеди Божии. А нарушая, Ты погибаешь. И все от того, что не знаешь. И все, что ты не знаешь, И все виноваты пастыри, которые не учили. Вот сегодня только ночью поступило мне извещение из Германии, Заходила одна Наталья высота, Я потом засчитаю ее. Как священник за все требует денег. И она ушла опять ни с чем. Видят, что она одна с ребятишками бьется. Никаких. За все. За бумажку, за то, что дышишь. За все. Ужас какой-то. И вот тема теперь о благовестии считаем. Вооружая уверовавших во Христа, как воинов царя-победителя. Вселенский апостол настаивает, чтобы все до единого, кто принял святое крещение, Кто родился от воды и духа, Чтобы все шли на проповедь вселенскую, По мере сил своих, обувши ноги, В готовность благовествовать мир. Ефесянам 6.15. В первоапостольской церкви настоящими отцами были только те, Кто так звался не по одежде, Сану, чину, Но по истинному рождению чад проповедью. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, Но не много отцов, Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. 1 Коринфы 4.15. Вот сегодня вы это включили только, Может что бы изменилось. Перестать называться там отец такой-такой, Иван, Игорь, Пока дети не будут рождаться от проповеди. Чего ты отец-то? Три раза слишком моложе меня, Никогда не проповедовал я отец. Какой он мне отец? Он незаконный даже священник-то, Ему там 22 года или даже меньше. Бывает в 17 лет уже стоят чуть не архимандритами. Ну, было время там где-то, Даже меньше 16 лет было, Поставили Папой римским. И только таковые жили от трудов прихожан. Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Проповедующим. Вот священник какой-то написал, Там Михаил называется уже, Фамилия его заходит, И никак не выйдем на прямую связь. Что торговля в храме запрещена. Ну, запрещена. Допустим, ты сказал запрещена. Ну, а где она ушла? И чего она ради уйдет? Жить-то надо на что-то. Ты как ни крути, А и храм надо содержать, И семью надо содержать. Где ты деньги-то возьмешь? Ну, закрой этот тачок-то и все. А выход-то, оказывается, есть от благовествования. Придумали приход. Да нет этого слова «приход». Нет, в Библии это обман. Это самая настоящая ересь. Приход. Не приход, а община. Вот у нас крестовозвиженская община. Общее все. А раз есть община, Тогда, значит, и есть те, кто слушает Слово Божие. Незахожане. Вот пусть они попробуют сделать так. Служба началась, чтобы дверь была закрыта, И никто посторонний не заходил. Никто. 5.13. Деяния апостолов. Никто не мог представить. Не получится. Они этого не знают. Просто тачок по вымогательству денег. По обману. Сплошь обман. Как театр начинается с вешалки. А этот театр начинается с киоска. Театр самый настоящий. Ну, вдумайтесь в это. Из 719 правил Вселенских Поместных Соборов Святых Отцов. Книга правил. 413 правил нарушается повсеместно. Ежеминутно. 413. Эти данные... Мне Господь позволил их. Я насчитывал. Знаю. Они не знают. Ни Осипов. Ни кто. Вот вчера я говорю. Осипов сидит. Там. Что он говорит. Ну, почему ему два вопроса не зададут. Первый вопрос. Как ты стал профессором? Узнать, истинно он профессор то или нет. Или это масон сидит. Престарелый. Бритый. В галстуке. Говорит против католиков. А сам католик. По всему. По виду. По всему видно католик. И никто не спросит его. Каким образом ты стал профессором? Когда к семинарии не допускали пока стукачем не станет. Я был там в семинариях, академиях. И с людьми встречался, которые были. С благочинными. Ну, скажи один раз. Тебя приняли как своего сотрудника КГБ. И ни слова нигде. Ни покаяния, ничего нет. Ее что-то учат. И говорит о недостатках церковных. Так недостатки-то они не с воздуха свалились. От людей, которые руководят церковью. Ну, да. Так этих людей-то ты учил. Это твои выкормыши. Это ты их такими сделал. Полный зал священников. Яшкар Аллах. Сидят там. Слушают. Встают. Ну, ты раз один скажи, что вы все порченные. Порченные. Незаконно рукоположенные до срока. Нарушители канонов. Это я вас развратил. Я. Главное это развратитель. Осипов Додворкин. Нет. Я знаю. На меня он может броситься. Говорить. Меня это не касается. Я говорю. Сегодня вслух. Это главные развратители. Губители России. Не Навальный. Это вот в один день, как Немцова. Прищут где-то. А эти работают. Выполняют. Они тащат пищу. Властям. Царствовать над народом помогают. Церковь с ней. Скрепа. Ну, какая скрепа. Гнилье ржавленое. Все. Скрепа. Ничем не отличается. Тюрьмы-то набиты православными. Ваххабитов там мало. Там баптистов-адвентистов. Один-два и общелся. Главное-то православное. Кто будет учить пришедший вас всему этому? Примите его. Лжепророк же есть. Всякий пророк. Учащий истине. Если он не делает то, чему учит. Обличайте друг друга. Обличайте, но не во гневе. Дедахи. Глава 11-13. Она считается как апокриф. Но к ней часто обращаются. Но тут есть что послушать. Дедахи. Это учение двенадцати апостолов. По-другому называется. Дух Святой повелевает всем распространять весть о воскресшем. Где тот и другой призывают людей к благовестию? Как пример-то, свидетели Иеговы называемые. Нет, конечно. Нет, это глушители. Он вокруг рядом водит, глаза грязью замазывает людям и все. Говорит о недостатках. Там Дмитрий Смирнов. Недостатки. Да они хуже. Наши люди хуже мусульман. Так ты же сделал их такими-то. Ну дальше это договаривать надо. Это же не мои прихожане-то. Если она одна вчера не так говорит что-то там невоздержанно. Ей рассказываешь, показываешь. Слово Божие росло и распространялось. Деяние 12.24. Да за тысячу лет не было в православии никогда это, чтобы оно росло. Его надо сначала взять это семя. А его заковали в пуленепробиваемые сосуды. Вода. В пустыне. Человек умирает из чистой воды и взять нельзя что. Незнакомый язык. Благовестия нету. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. И благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. 2 Кор. 2.14. Но это мы сказать-то не можем эти слова. Каждое слово против нас. Благодарение Богу за что? Который всегда дает нам торжествовать. Да не дает торжествовать Бог. Потому что предатели-отступники, чужие люди толкутся. Стадо лошадей, баранов. Благоухание познания о себе распространять. Какое благоухание? Какое? Когда уже маленькие дети и красятся, и пудрятся в сережках разных. Мерзавки. Потому что мерзость перед Богом, когда женщина одевается в мужскую одежду, а мужчина в женскую. И вот даже любой, сидит бомж, бродяга, пьяница опухший. И ему скажи, я тебе бутылку дам, только надень юбку и целый день ходи в юбки. Не пойдет она на это. Вот как это мнение в народе. Над ним будут смеяться. С ним что-то худое сделают. Вот как. А здесь нет. И батюшка прищищает их, и накрашенная. Я был в Лос-Анджелесе, в Америке. И там был архиерей, лос-Анджелеский архиепископ Антони Синкевич, фамилия его. Он был начальник миссии в Израиле, и все знает. Гляжу, подходит без платка бабушка. Видно, что ей за 80 лет старые губы, ярко накрашенные. И он ее прищищает. А я жил с ним в одном доме у Орловых. Никиты Феоктистовича, который стал митрополитом Антонием Орловым. И я говорю, а как же так? Вот вы прищищали ее и ничего не сказали. Кажется, она в брюках даже была. О, это вдова, матушка. О, матушка, вдова. И в таком возрасте седая вся. Я говорю, а почему же без платка-то? Ну как, у нее на голове что-то было. А у нее сетка на голове натянута. Так, ну, волосы чтоб не рассыпались. А нету там материи? Даже нет на один сантиметр. Какая же это покрывала? Ну, все же. Я говорю, а губы-то крашеные? Ну, чтобы не оттолкнуть человека. Ну, вот если сильно накрашенная, а я ее прищищаю, а потом ложечку изо рта-то вытаскиваю, то у нее лжицу. А на ней краска. Вот я ей тогда покажу и скажу, смотри, матушка, хорошо ли это другому теперь эту краску в рот-то толкать? Это, говорит, самый строгий архиерей. То есть, она ничем зарубежная, эта церковь, русская православная, не отличалась. И все, что получилось, дальше вот это так называемое признание акта о каноническом общении, объединение, вся эта фальшь. Вот она на оружие выползла теперь. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. 2 Фессалоникийсам 3.1 Сейчас помолитесь, заболел, вот я говорю, Дионисия побили там битами и прочее. Помолитесь, там ребенок заболел, помолитесь куда-то ехать. Но кто когда просил о том, что молитесь за нас, братья, я еду, чтобы слово Господне, слово Божие, Евангелие распространялось и прославлялось, как и у вас. Оно не может распространяться, оно как и у нас, то есть никак. Ну, любой стих Писания, это возьмем против православных. Сектант это, любой сектант, он глупости говорит, он ересь распространяет, но он это может сказать. Он распространяет ересь, ересь, и чтобы там, как у них, так и там распространялось. То есть можно увидеть, что слово это их коснулось. Здесь истины, ничего нету. Ибо от вас пронеслось слово Господне. Не только в Македонии и Ахае, но во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. 1 Фессалоникийцам 1.8 Ну, все для нас здесь неприемлемо. От вас пронеслось слово Господне. Куда? Кому? Когда они гоняются за тем, кто проповедует. Меня сколько раз вызывали, а кто вам позволил проповедовать? А мирянам запрещено, вас нужно отлучать за это, меня отлучать. И на сколько? Ну, 40 дней. Ну, отлучите. Ни разу не отлучили. А кто проповедует? Канон-то этот надо было принять. Да почему? Потому что лгали. Их непроверенные люди несли. Ересь. Оно стояло на месте. Но вы меня-то проверяли уже сколько раз. Нашли во мне? Нет. Канонические, догматические нарушения, отклонения, заблуждения? Нет. Ну, а почему запрещаете голову опустил благощинный Алтайского края Войтович Николай Павлович? От вас пронеслось. Не просто так оно неслось. Они несли его на ногах, на руках, в густах. И оно как ветер, как благоухание пронеслось. Слово Господне. Ну, ничего нету. Кто не со мной, тот против меня. Кто не собирает со мной, тот растащает. Макфея 12.30. Ну, еще православно может собирать. И растащать он не может. Потому что еще растащать, когда ничего не было. Пустота. Каждый стоит, как сноб, осенью обмолоченный. Мекина одна. Это редко-редко в каком храме, чтобы проповедовалось и просьба была, идите, несите другим, благовествуйте. Лживые миссионерские отделы придумали. Я их называю дыра в преисподнем. Самое злобное, мстительное, коварное туда стекается. А из них самого-самого-самого по всем этим параметрам уже делает председателем. Образование. Какое, когда ты жесткосердный? Они никогда нигде не тронутся, что и архиерей хоть что сделал. Языки проглотили. Но ты же знаешь, что он то и то делает. Почитай Андрея Кураева. Он данные приводит. Не один. Почему? Кормушка. Они расписываются, деньги получают. Вот эти деньги еще. Каждый начинает говорить о десятине. Что она в Новом Завете не упомянута. В Новом Завете не упомянута, потому что у тебя ноздрюльки есть и дышишь. Что дышать надо ноздрями. Дыхание в ноздрях их. Ну да. Ну не написано в Новом Завете, зачем ты дышишь-то? Ну в Новом Завете не написано, чтобы ходили ногами. А как это? Да так. Я пока спрашиваю тебя. В Новом Завете есть? Нет? Нету. В Новом Завете написано, что руками работали? Нет. Нет. А чтобы глазами считали? Нет. А теперь ноги, руки, глаза. Кто тебе дал? Бог. Ты арендовал, в аренду взял. Почему не платишь тому, кто дал? Ну везде. Божья земля, воздух, вода. Все Божье. Бог говорит, я тебе дал. Возьми меня, соучастники, и ты увидишь, как все сгинет. Это Божье. Десятина Божья. Она не твоя. Мне и говорить не надо так понятно-то. Зачем говорить? А в Новом Завете не сказано. Да не сказано, что на матери нельзя жениться, как у персов. Что родную сестру нельзя мять под себя. Но ты понимаешь? Нет. Написано. А это не написано. Не написано? Не написано, чтобы к встрече плевать в глаза, подножку ставить. Не написано. Да тут подряд сколько о нашей жизни говорится. В отношении Бога. Говорить благоговейно, недерзко. Не написано. Не высокоумствовать. Зачем говорить, когда это не сама ли природа учит этому? Кто не собирает, тот растащает. Растащает. Если бы знание истины не давалось под условием никому о том не говорить, то и отказался бы от знания. Враги Божие всегда запрещают свидетелям истины выводить заблудших из тьмы. Почему? Они препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись. И через это всегда наполняют меру грехов своих. Но приближается на них гнев до конца. 1 Фессалоникийстам 2.16, Матфея 19.14, Еремея 29.27. На просьбу запретить пророчествовать непосвященным. Моисей воскликнул. О, если бы все в народе Господне были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них? Числа 11.29.38. Как воскликнул. А Иисус на винты. Другие ревновали. Но они же не здесь, не пришли в собрание. При всем Иоанн сказал. Учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов. Они ходят за нами. И запретили ему, потому что не ходят за нами. Марка 9.38. И что на это Господь ответил? Почитайте. Подкройте. Марка 9.38. На это Господь что-то сказал. Подобной страстью страдали на первых порах и апостолы. Пока Дух Святой не переродил их сердца. И они оставались на самом трудном участке борьбы в Иерусалиме. А миряне, рассеявшиеся от гонения, ходили и благовествовали слово. Деяние 8.4. А враги накрепко запрещали это. Враги. Деяние 5.28. 4.17. Когда Севастьян Святой, память его 18 декабря, страница 481, проповедовал то, кавычки открыты, «Некоторые видели семь ангелов, облекавших его в светлую одежду. А жена некострата Зоя, освободившись от болезни немоты, проговорила, Я видела сошедшего к тебе с неба ангела, державшего перед тобой открытую книгу, по которой ты читал все сказанное тобой. Как восходящая заря изгоняет тьму и дает свет нам, так свет слов твоих изгнал мрак моего неведения и ослепления». «Закрыты». На сегодня на этом все. Получение закончилось. Я сейчас буду тушить здесь. Кто хочет, может остаться на события дня. Сейчас я отключу. Вот так. Присовать, как носил, об花 гуль, об花 гунг. И теперь я его указал. Как же я уже попал? Чтобы не пропал? Почему?